Действительно, на мой взгляд, крайне интересная тема для дискуссии. В разрезе актуальности этого вопроса за последние 5-7 лет число публикаций, посвященной данной проблематике, существенно увеличилось. И, конечно, сложно дискутировать в разрезе доказательной медицины, а именно в условиях отсутствия, по крайней мере, я не знаю, этих исследований, рандомизированных исследований третьей фазы. Но есть исследования второй фазы, которые нам демонстрируют определенные результаты. Опять-таки, возвращаясь к нашим европейским и семероамериканским коллегам, которые обсуждают данный подход, а именно подход метастазно-направленного лечения олигометастатического гормоночувствительного рака предстательной железы, ссылаются на два исследования, рандомизированных исследований второй фазы, стомп и ореол, в которых было две группы больных. На котором проводилась метастазно-направленная терапия на олигометастазы, и вторая группа наблюдения. И результаты этих исследований, которые были опубликованы в 2022 году, автор Дик объединил их, при медиане наблюдения 4 года, имеется достоверное увеличение безрецидивной выживаемости. Конечно же, стандартом и опцией лечения пациентов с выявленными олигометастазами является гормональная терапия. И тут клинически возникает логический вопрос, стоит ли гормонотерапии добавить как раз в тот самый метастаз направлен терапии, в виде стереотоксического лучевой терапии, на единичное проявление болезней. И вот этому вопросу было посвящено исследование Extend Trial, исследование второй фазы, которое демонстрирует, что на примере 87 пациентов, рандомизированных пациентов, при медиане наблюдения 22 года, комбинированный подход имеет более лучшие клинические результаты. Если пойти от обратного, очень привлекательной видится опция при единственном проявлении болезни локально воздействовать на метастатические очаги, понаблюдать за динамикой ПСА и дальше принять решение. Если будет положительная динамика, прекрасно нас это радует, если будет отрицательная динамика, дальше разбираться уже в клинической ситуации. Но вот исследование, многоцентровой ретроспективный анализ более чем 250 пациентов, сравнило, оценило как раз два подхода. Вот такого монолучевого воздействия на метастазы и добавление гормональной терапии к лучевой терапии. Не к лучевой терапии, а гормонотерапии, а наоборот, к гормонотерапии к лучевой терапии. И результаты базировались на медиане наблюдения 52 месяца. Авторы этого исследования получили также достоверную клиническую лучшую эффективность в группе комбинированного подхода в разрезе биохимического контроля болезни и без метастатической выживаемости. Другая категория пациентов, интересная, это уже пациенты с олигометастазами и конституционно-рефракторного рака предстательной железы. И тоже доказательной базы в разрезе этой популяции пациентов мало. Но вот есть интересное исследование наших итальянских коллег, рандомизирование исследования второй фазы, где критерием отбора служили пациенты с тремя и менее метастазами невисцеральными, которые до этого не получали какое-либо системное воздействие по поводу конституционно-рефракторного рака. И рандомизировали пациентов на две группы. Одной категории пациентов проводили терапию абиротроном, а второй группе абиротрон плюс как раз стереотоксическую лучевую терапию на метастатические очаги. И в результате этой работы авторы получили следующие показатели, что вот такой комбинированный подход также ассоциирован достоверно с улучшением показателей безрецидивной выживаемости, улучшил радиологический контроль болезни. Однако преимуществ общей выживаемости при таком подходе не было получено. Тема дискуссии, которую мы поднимаем в рамках настоящей конференции, она, безусловно, обсуждается на международных площадках. И вот подобное обсуждение было в разрезе европейских наших коллег. И на данном слайде я хотел продемонстрировать мнение панели экспертов в отношении опции использования метастазно-направленной терапии у больных с гормоночувствительным раком и олигометастазами. И обратите, пожалуйста, внимание, что на нижнюю диаграмму, что порядка 80% в той или иной степени рассматривают вопрос вот такого лучевого воздействия, дополнительного лучевого воздействия на олигометастазы, а при этом 15% рассматривают только опцию локального воздействия. При гормонорезистентном раке, вот опять-таки эта же панель экспертов, в меньшем пропорциональном соотношении, но все-таки большинство тоже рассматривает место дополнительного локального воздействия на олигометастазы. Всегда интересно читать различные комментарии лидеров мнений. И вот к исследованию Extend Trial, которое ранее показывал, были опубликованы комментарии итальянских экспертов, урологов в разрезе именно подхода стереотерапического воздействия. Их позиция, одна из позиций, она, безусловно, дискутабельна, но она озвучена. И мне кажется, достаточно интересная. Что касается финансовых затрат, долгосрочная системная лекарственная терапия увеличивает затраты для общества и систем здравоохранения. Особое внимание, конечно, к странам с низким и средним уровнем дохода. И хорошо переносимая, скажем так, разработанные принципы стереотоксической лучевой терапии, возможно, в разрезе этого вопрос открывает некий новый горизонт и может позволить более широко применение современных стратегий лечения. Но опять-таки, у нас есть дефицит клинических знаний, у нас нет однозначной доказательной базы, поэтому мне кажется, что принятие решения метастазно-направленной терапии сугубо индивидуально, с учетом всех особенностей с течением болезни, должно быть. Спасибо. Спасибо, Петр Владиславович. А вопрос, мы рассматриваем только метастазно-направленную терапию без первичного очага? В разрезе вот этого сообщения, да, только метастазно-направленной терапии, именно олигометастатический метахронный рак. То есть эти исследования, которые вы приводили, там облучение предстательной железы не проводилось? Не было. Это, как я повторюсь, олигометастатический метахронный, несинхронный рак. Спасибо. А вот ваше мнение все-таки. Все надо облучать? Как радиационного онколога. Знаете, нет. Я считаю, что, безусловно, ситуация должна быть индивидуальна. Облучить можно все. Нет, я имею в виду, если мы уже принимаем решение облучать метастазы, то первичный очаг. Я понял. Ваш вопрос. Вы имеете в виду в разрезе синхронного олигометастатического процесса? Я считаю, что да. Если подходить к этой категории пациентов, то воздействовать на все зоны исходного поражения. Спасибо. Я с вами согласен. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу локализованного рака простаты. Все-таки что лучше? Роботическая, не разберегающая простаты к намер за 50 минут? Или все-таки посещение каждый раз радиолога для лучевой терапии? Спасибо за вопрос. На каждой конференции мы его обсуждаем. В разрезе доказательной медицины мы говорим об исследовании Protect Study, которое уже показало эквивалентность двух этих подходов. Когда я отвечаю на этот вопрос, я всегда говорю о том, что, безусловно, мы должны информировать пациента о всех плюсах и минусах любого метода лечения. И в разрезе этого мнение пациента должно приниматься во внимание как один из основных параметров. И более того, я хочу прокомментировать ваш вопрос еще тем моментом, что мы можем иметь сопоставимый с хирургическим подходом результаты лучевого лечения только при соблюдении принципов гарантии качества и при использовании, применении современных методик лучевой терапии. Именно при таком подходе мы можем обеспечить радикальность лечения с сохранением высокого качества жизни и сопоставимого качества жизни с хирургическим лечением. Скажите, пожалуйста, есть ли разница чувствительности к лучевой терапии метастазов при гормоночувствительном и гормоночувствительном раке предстательной железы? Спасибо большое за вопрос. Когда мы говорим об метастазно-направленной терапии, мы говорим о так называемой стереотоксической лучевой терапии, которая заключается в увеличении разовой очаговой дозы. И вот когда происходит увеличение разовой очаговой дозы, вот эта биологическая чувствительность, параметры биологической чувствительности, он теряется. То есть ранее, лет 30 назад, 20 назад мы говорили о так называемой радионечувствительных опухолях, рак почки, саркома, меланома. Но в разрезе современной радиационной онкологии, в разрезе стереотоксической лучевой терапии, эти опухоли хорошо поддаются локальному контролю, я имею в виду метастатической природы опухоли поддаются локальному контролю, с хорошим локальным эффектом 90-95%. Поэтому разницы в зависимости от чувствительности гормональной терапии нивелируются в разрезе метастазно-направленной терапии. Нет разницы. Спасибо большое. Уважаемые...